Привет, Олег, BeerHunter. В наше время, когда маркетплейсы завоевывают все большую и большую популярность, мы уже привыкли к комфорту и быстроте покупок. Но я хочу рассказать вам одну тайну, к которой вы пока не готовы. Смотрите это видео до конца и обо всем обязательно узнаете. Маркетплейсы — это удобно. Маркетплейсы — это быстро. Нынче сделать заказ можно даже находясь в глубокой деревне, и вам его привезут на следующий же день. Даже несмотря на то, что ваш дом находится в нескольких километрах от ближайшего города. Заказать тот же арбалет — не проблема. BeerHunter тоже есть на Озоне. И на самом деле маркетплейсы сильно меняют рынок. Если раньше поставщику нужно было находить дилеров по всей России, со всеми договариваться, создавать сеть своих магазинчиков, которые будут проводить дистрибуцию твоего товара, создавать именно такие условия, чтобы дилеру было выгодно продавать именно твой товар, а не аналогичный товар от конкурента, то сейчас есть маркетплейсы, которые по сути являются одним единственным дилером, одним единственным контрагентом, который представляет твои интересы по всей стране и может отправить твой товар в любую точку на карте. Для этого покупателю всего лишь нужно сделать несколько кликов. Но покупка — это не только приобретение товара. Это еще и общение, и знакомство. Поверьте, BeerHunter следит за своим магазином, BeerHunter следит за своей репутацией. И самое главное, BeerHunter заинтересован в том, чтобы клиенты оставались довольными. Производитель может дать то, чего не может дать маркетплейс — экспертную консультацию. Кто, если не BeerHunter, знает все до малейшей подробности про свою продукцию? BeerHunter знает, какой из его арбалетов для каких задач лучше подходит. Есть какие-то вещи, о которых я не могу, например, просто в видео рассказывать, но которые имели место быть и которые, может быть, пригодятся вам при выборе вашего арбалета. Какие-то истории применения арбалетов и выводы из этих историй. Такую информацию вы можете получить только при личном общении, например, по телефону. Наши специалисты не просто умеют продавать. Они знают каждую деталь наших арбалетов и готовы поделиться с вами этой информацией. Каждый клиент для нас — это не просто покупатель. Это возможность познакомиться, пообщаться и помочь вам сделать правильный выбор. Да в конце концов, это просто прямая связь. Был у меня случай однажды, звонит человек посреди рабочего дня и говорит «Алё, я тут на дереве в Тульской области, не могу арбалет звезти, помогите, что делать?» Естественно, мы ему помогли. Проблема была, как вы, наверное, догадались, в том, что человек просто не снял с предохранителя арбалет перед тем, как его сводить. Потому что он его купил буквально несколько дней назад. Просто у него остался контакт, поэтому сразу позвонил, и сразу же на месте мы решили его вопрос. Маркетплейсы предлагают же огромный спектр товаров, включая те, которые не являются особо важными в вашей повседневной жизни. Например, это могут быть различные аксессуары, бытовые предметы или декоративные элементы. Для таких товаров, где главное не в самом товаре, а вот в этом ощущении шоппинга, когда ты, знаете, как девочки все время получают зарплату и первым делом заходят на Валдберрис, чтобы заказать себе какую-нибудь шмоточку. Это да, в этом случае маркетплейсы просто идеальны. Они позволяют экспериментировать, пробовать что-то новое, не переживая о серьезных последствиях. Также маркетплейсы приходят на помощь, когда речь идет о повторных покупках тех товаров, которые вы уже покупали. Знаете, что это за товар, знаете, что это за продавец, и получаете вполне себе ожидаемый результат от покупки. Используя маркетплейсы для таких покупок, вы экономите свое время, потому что не составляет много усилий найти там в списке избранных или в истории заказов то, что вы уже заказывали, и заказать повторно. Но арбалет – вещь дорогая, и к тому же покупается, как правило, один раз. Так может, стоит потратить 5 минут своего времени на телефонный разговор, который поможет вам во всем разобраться? Клиенты могут общаться напрямую с производителем для того, чтобы получить ответы на свои вопросы или уточнить какие-то детали по продукции. Коммуникация с производителем облегчает получение помощи, консультации или решение проблем, если таковые вдруг возникнут. Но на самом деле, еще на этапе выбора продавец может стать тем самым другом знакомым, который просто шарит в теме, вот куда вы собираетесь погрузиться, и он просто поможет вам, ведет в курс дела. Есть мнение, что компаниям лишь бы втюхать свой товар, а дальше горя оно все огнем, да конем еб. Но если человек купит арбалет, который не подходит для его задач, он останется недоволен, он сдаст этот арбалет, который уже стрелян и который нельзя уже продать. Он напишет плохой комментарий у вас на сайте, он расскажет всем своим друзьям, что арбалеты это говно. Это невыгодно. Поэтому если понятно, что человеку нужен вот такой вот арбалет, хотя он может себе позволить купить дорогой арбалет, он даже может быть изначально пришел к тебе с тем, что мне нужен вот этот самый крутой арбалет, но ты как продавец понимаешь, что клиент останется недоволен этим арбалетом. Не потому что арбалет плохой, а потому что у него другие задачи. А этот арбалет решает другие задачи, то выгоднее продать ему более дешевый арбалет. И менеджеры этим и занимаются, они объясняют человеку, что вам вот такой не нужен арбалет, вам нужен вот такой вот арбалет, а нужен он потому-то и потому, вот он больше вам подходит. Клиенты получают более подробную информацию о продуктах, их характеристиках и возможностях. Наверное об этом не стоит говорить, потому что это сейчас такой некий естественный отбор. Но когда один увлеченный человек, покупатель, приходит к другому увлеченному человеку, продавцу, то завязываются связи и знакомства. Мне известны случаи, когда магазин отправлял на тесты свои товары своим постоянным покупателям. Понятно, что неизвестно кому товары за 100 тысяч рублей просто так не отдают. Магазины, преследуя в первую очередь свои интересы, отправляют какие-то свои новинки постоянным покупателям. Возникает замечательная возможность для диалога и обмена мнениями между покупателем и продавцом. Как известно, постоянный покупатель это не просто тот человек, который постоянно что-то покупает. Это человек, который делится своим опытом, становясь своего рода экспертом. А когда ты постоянно общаешься с человеком, он у тебя что-то покупает, рассказывает тебе свое мнение, у тебя формируется свое впечатление об этом человеке. Ты понимаешь, насколько он адекватный, насколько он сам разбирается в этой теме, насколько у него скрупулезный подход, на какие вещи он обращает внимание. И соответственно, насколько этот человек может дать тебе реальное, адекватное представление о твоем продукте. Поэтому иногда наступает момент, когда представитель магазина звонит и такой Алло, добрый день, а у нас тут новиночки, а не хотите ли попробовать? Попробуйте, отпишите свое мнение, и если вдруг вам понравится, вы сможете этот же арбалет и забрать за полцены. Что, мне кажется, приятным бонусом. Это дает возможность человеку не просто оценить продукт, не просто помочь его улучшить, не просто там стать первым человеком в стране, который пострелял из этого арбалета, но и внести свой вклад в улучшение этого продукта. Я сейчас просто пример привожу, но как-то так оно и работает. Производители ценят обратную связь и используют ее для того, чтобы улучшать свой товар и становиться более конкурентным на рынке. И вот мы подходим к самому главному, к тому, ради чего этот ролик и затевался. В начале ролика я сказал, что есть один секрет. И секрет этот заключается в том, что арбалеты на озоне слабее, чем те арбалеты, которые вы можете купить напрямую в Бирхантере. Я надеюсь, что сейчас, вот после всего того, что я вам рассказал, у вас сложилось какое-то впечатление о том, почему выгодно покупать у производителя, и какие бенефиты вы, как покупатель, от этого получаете. Звоня напрямую в Бирхантер, мимо вас не пройдет какая-то важная информация. Например, о том, что нельзя стрелять без стрелы, или что арбалет нужно мазать воском. Да и пообщавшись с человеком, который вас об этом предупредил, больше шансов, что у вас в голове это отложится. Понимаете? Бирхантер с вами поговорил. Он предупредил вас, он понял, что вы за человек. Он наладил с вами контакт. И появляется какая-то уверенность в том, что покупатель арбалет не сломает. В то время как на зоне, когда человек заказал, вот ему привезли эту коробку, он такой, хочется попробовать, берет этот арбалет, собирает как-нибудь, и такой, а куда стрелять? А щиты я не заказал, а мне никто не сказал, что надо щит заказывать. Ладно, пока без стрелы выстрелю, что вы там, просто проверить, а то вдруг мне какую-то ерунду привезли. Взводит, стреляет, а арбалет ломается. Вот так и получается, что те арбалеты, которые покупаются без прямого общения с покупателем, становятся слабее. Просто для того, чтобы покупатель в итоге остался более довольным. Чтобы его арбалет, который он только что купил, не разлетелся и не сломался. Чтобы в случае чего, ну там максимум тетива слетит, и можно было обратно накинуть и объяснить человеку, что так больше делать нельзя. А если там будут стоять более серьезные плечи, то там уже и плечи сломаются. То есть человеку нужно будет сначала объяснять, где он был неправ, а потом человеку придется еще дополнительные деньги платить, чтобы его арбалет снова начал работать. Кстати, насчет щитов. Звоня в магазин, конечно же, вы получите всю необходимую первую информацию. Конечно, это не значит, что можно там не читать инструкции, не смотреть видео, и вас прям стрелять научат, нет. Но, по крайней мере, какие-то базовые ошибки вы уже не допустите. Вам расскажут, что нужно стрелять по щиту, что там арбалет нужно мазать воском, что тетиву нужно мазать воском. Может быть, даже каких-то ништяков в виде стрел вам подкинут. Ну или помогут оперативно решить проблемы. В конце концов, даже если что-то у вас случится с арбалетом, у вас уже будет номер, у вас уже будет человек, с которым вы общались, с которым вы просто наберете, он вас тоже узнает, и вы гораздо быстрее и проще найдете какой-то общий язык. Ведь на самом деле это та ситуация, когда и компании, и продавцу выгодно решить, чтобы все остались довольны, потому что именно на этом как бы строится и бизнес. В общем-то, если вы ищете не только товар, но и надежного друга-помощника, который всегда вам поможет, подскажет и поможет решить ваши проблемы, то звоните в Beer Hunter. Здесь вы найдете не только качественные арбалеты, но и настоящее понимание и заботу о вашей покупке. Пишите, звоните в Beer Hunter, мои контакты при желании тоже можно найти, и советую посмотреть вот это видео. Субтитры сделал DimaTorzok